Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Очень давно не снимала видео про покупки декоративной косметики и решила, что нужно вам показать свои обновочки за эту осень. Первое, что хочу показать, это Max Factor серия Face Finity 3 в 1. Это очень хорошее средство. Здесь праймер, консилер и заменяет тональную основу с SPF 20. У меня оттеночек Light Ivory 40. Девочки, это первое средство, после которого моей комбинированной кожи не нужно припудриваться. Оно в стекле, то есть это стеклянный пузыречек, очень удобный дозатор. Дозаторы, вы видите, поворачиваются в режим закрытия и открытия. В режиме закрытия оно не прольется, не откроется, то есть его удобно брать с собой в дорогу. Вот сейчас я средство открыла, наношу. Как вы видите, наносится оно очень в маленьком количестве, то есть вы с ним не переборщите. Сначала кажется, что оно немножечко светлее, но уже при таком хорошем-хорошем распределении она идеально сливается с типом кожи, имеет среднюю степень перекрытия. Также его можно использовать под глазки, потому что она очень хорошо маскирует, как такой, знаете, консилер. Под глазки в морщинке никуда не забивается. И кожу делает бархатистой, кожу делает матовой. И после него даже не нужно припудриваться. Вы понимаете, у меня такого никогда средства не было. Обычно всегда для закрепления эффектом, для такой усадки я немножечко слегка припудривалась. Здесь это совершенно не нужно. Средство очень стойкое, держится в течение всего дня. Даже если вы немножко, как и я, прикасаетесь к лицу. И на телефоне не оставляют следов. В общем, мне средство очень понравилось. Первый раз беру такое, и меня не разочаровало. Еще одно средство приобрела этой осенью. Это люминем CC крем 6 в 1 в оттенке light. Это средство я вам уже показывала неоднократно. Это мой любимчик. Я пользовалась им, наверное, всю весну, лето. И вот сейчас купила осенью. Купила немножечко про запас, потому что была очень заманчивая цена. Обычная цена это рублей 580-600. А я по какой-то хорошей скидке, наверное, 400 с небольшим купила. Поэтому тоже не смогла пройти мимо. Здесь 30 мл, как и в предыдущем. Удобный такой носик. Средство тоже выдавливается. Можно мало, можно побольше, можно поменьше. Тоже, видите, сначала кажется, что более темное, а потом оно хорошо-хорошо подстраивается под ваш тип кожи. И хорошо маскирует. Мне нравится это средство. Мне нравится, как выглядит мое лицо с ним. Поэтому я очень-очень довольна. Следующий продукт это тоже люминем. Это такое светоотражающее маскирующее средство. В очень небольшом объеме. Здесь 1,8 мл. Очень интересный способ использования. Здесь такая кисточка, наконечник мягкая, удобная кисточка. Нужно вот так вот выкручивать средство. Выкручиваем, выкручиваем. И вот видите, вот у нас это средство. Таким образом мы его достаем. Как вы видите, средства много. То есть за одно вот это выкручивание вам вполне хватит его использовать. Я, как правило, его использую под глазки. Потому что оно на самом деле светоотражающее. Очень хорошо тоже перекрывает темные круги. Если вы не выспались, если вы устали. Если, конечно, есть что скрыть, хорошо перекрывает. И за счет какого-то своего, видите, светоотражения, взгляд более открытый, более отдохнувший. Такой, знаете, классный. Мне понравилось это средство. Оно приходило мне в коробочке красоты. Я очень довольна. И когда закончится, обязательно куплю себе еще тушь Maybelline Push Up Drama. Вот такой у нее объем. 9,5 мл. Такая щеточка нарисована. Что хочу сказать про эту щеточку. Она мне понравилась. Она силиконовая. Средней такой густоты. Ну, такая реденькая. Небольшие щетинки у нее. Мне такие щеточки нравятся. Они очень хорошо берут у основания мои реснички. И хорошо их как расчесывают, прочесывают. И заодно прокрашивают. Ничего, конечно, сверхъестественного, она прям выдающегося не делает. Но такая рабочая. Очень хорошая тушь. Еще одну тушь вам хочу показать. Это тоже Lumine. True Mystic Volume. Такой мистический объем нам обещает. Вот здесь очень много всего нарисовано. Что очень хорошее дает разделение и подкручивание ресничкам. Написано, что полярная ночь на ваших ресницах. Кисточка в форме звезды идеально разделяет, подкручивает и прокрашивает реснички. В туши 11 мл. Совсем такой обычный у нее пластиковый пузыречек. Сейчас я открою, покажу. Да, щеточка уже более такая лохматая. Но, как вы видите, здесь дозатор работает не очень хорошо. Вот вам, наверное, не будет видно сам ограничитель. Он как-то очень мало всего ограничивает. Поэтому, когда я достаю, то вот такая небольшая мазня на щеточке излишки туши, которые пачкают мне веком. Могу случайно коснуться. Это будет некрасиво. Поэтому немножечко небольшой такой минус, что ограничитель не совсем ограничивает набор туши. А так щеточка, да, хорошая, пушистая. Но она не подкручивает. Она просто придает мне объем. Объем. И еще плюс у этой туши, она такая черная-черная. То есть уходит не в серый цвет, а в черный. Следующий продукт. Это я заказывала на Алиэкспрессе. Это подводка для глаз. 2,5 грамма. Подводка, я не знаю, какая это компания. Наверное, вот я Нойка. Ну вот это правда. Я оставлю ссылку, кому будет интересно. Потому что 36 часов стойкости нам обещают. Это правда. Девочки, это просто классная-классная подводка. Конечно, 36 часов стойкости я не проверяла. Я проверяла весь рабочий день. Она безумно стойкая. Посмотрите, она яркая. Удобный такой наконечник у нее. Очень яркая, черная. Она не растекается. Она никуда не девается. Классно-классно ею рисовать. Просто супер. Вот вы нанесли ее, и все. Какая бы погода ни была, за окном, дождь, мокрый снег, снег. Если все это в лицо, то вы можете быть в ней уверены. Она не растечется. А с ней ничего не будет до тех пор, пока вы ее не смоете. Очень-очень классно. И стоило совсем недорого. Поэтому, девочки, кого заинтересовало, я оставлю ссылочки. Вы можете тоже посмотреть себе, если вам понравится, заказать. Следующий продукт – это Диваж. Это новинка была этой осени. Это прозрачный контурный карандаш для губ. Так вот. Сейчас немножечко сфокусируется. В состав вот вы видите, какой. То есть он прозрачный. Изготовитель Китай. И можно наносить его под любую помаду. Даже можно наносить куда-то на лицо, как заполнитель морщин. Но вы знаете, я вообще не подружилась с этим продуктом. Я вообще его не поняла. Он такой, как вазелиновый, восковый, полностью белый, прозрачный. Вот я наношу его. Во-первых, он такого качества не очень. Видите, он как-то крошится. Сразу себя ведет. Но я не знаю, как им пользоваться. Вот я наношу его на губы по контуру. Как будто я просто вазелином помазывала. Каким-то бальзамом. Ничего он не держит. Ничего он не продлевает. Я не знаю, как им пользоваться. Я вообще это средство не поняла. Разочаровалась. Он очень плохо точится. Я уже точила пару раз его. Он полностью как-то весь вываливается. В общем, бесполезная штучка. Я бы не посоветовала. Лучше купить обычный контурный карандаш для губ, если вам нравится. И все. С этим не заморачиваться. Покупаю не первый раз следующий продукт от Vivienne Sabo. Это карандаш для бровей в оттенке 001. Это очень классный карандаш. Просто суперский. Он больше подходит для блондиночек. Вот такой он классный. Им очень мягко, хорошо рисовать. Очень стойкий. Также есть щеточка для укладки, расчесывания бровок. Просто суперский. Качество отличное. Беру не первый раз. В этом месяце, точнее за эту осень, я приобрела две палетки теней. Тени я покупаю редко, но мимо этих пройти не могла. Это израильская компания Jade. У меня никогда не было таких теней. Давайте посмотрим поближе. Первый оттенок, который я приобрела, это 28-й. Это такие коричневые тени. Как вы видите по упаковочке, я, конечно, заездила уже хорошо. Они мне очень понравились по своему качеству, по всем оттеночкам. Вот если вам будет интересно, можно будет прочитать. Очень они мне понравились, поэтому я прям этой осенью, ну, очень активно ими пользовалась. Пластиковая дешевенькая коробочка. Есть такой очень, не очень удобный спонжик. Я им не пользуюсь, он просто, чтобы вам показать. И два таких оттенка теней. Девочки, тени шикарные. Посмотрите, как они передаются. Они классные. Этот больше такой матовый, это больше сатиновый, блестящий. Я люблю такие оттеночки. Очень они классные. Тени мягкие, хорошо тушуются, хорошо сочетаются между собой. Просто супер. У них есть, может быть, небольшой совсем минус, что они, вот этот оттеночек более темный, немножко осыпается. Ну, во-первых, я излишки с кисточки стряхиваю. А во-вторых, мне очень нравится наносить влажным способом. Оттенки очень универсальные для меня. Вот этот более коричневый подходит идеально мне для бровей. Поэтому я ими брови подвожу, и могу нижний ресничный край подвести, и складочку века. Оттенить этот просто великолепный оттенки на каждый день. И следующая парочка, это 48 номер. То же самое здесь все у нас написано. Сейчас вам покажу поближе. Эти уже мои такие любимые оттенки, серые, оттенки серого. Посмотрите, какая красота. Очень качественные. Я их покупала за 210 рублей каждую. То есть, поэтому не могла выбрать, какие мне больше нравятся. И решила приобрести и те, и эти. Смотрите. Очень классные. Очень стойкие. Эти тоже более блестящие. Эти более сатиновые. Классные. Они носятся. Если я их наношу влажным способом на веки, то просто стойкость их очень-очень увеличивается. Просто намного-намного увеличивается. Я могу не беспокоиться, что они куда-то исчезнут, куда-то смажутся. Ничего с ними не бывает. Очень-очень классные. Следующий продукт это помады для губ от Bourjois серия Aqualight. 7,7 мл. Это одна из моих последних буквально покупочек. Это просто супер средство, девочки. Во-первых, оттенок. Оттенок тот, который я люблю. Такой красный. Дерзкий, яркий. Удобная кисточка. Ну, а самое главное, это, конечно, качество. Вы посмотрите, какой это цвет. То есть, само качество продукта, переноска цвета, покрытие. В один слой он дает шикарный, глянцевый, яркий, дерзкий цвет. Это цвет, который просто, во-первых, очень мне подходит. Он мне нравится. Красный. Я тяну не часто, но ношу его. В общем, просто супер. И что самое приятное, что помада очень-очень стойкая. То есть, вы нанесли и часа, ну, 4 точно, она никуда не девается. Она не растекает. Ей не нужны никакие подводки. Вы просто аккуратно наносите, потому что она такая, знаете, стойкая. Ее потом поправить будет очень тяжело. Вы аккуратно наносите и все. И это средство остается с вами буквально, ну, в течение всего дня. Следующий продукт. Это Ифраше Секси Палп Вольюм Глосс. Это блеск для губ, 10 миллилитров. Здесь такой тоже очень мягкий наконечник. Это средство полупрозрачное. Когда я наношу его на губы, оно дает мне такой легкий-легкий цвет на губках. Легкий-легкий. Ягодный, приятный аромат. Но если я наношу в 2-3 слоя, тогда уже какое-то покрытие дает. А так вообще очень удобный этот цвет. Такой ягодный мне на каждый день, на день. То есть в течение дневной носки. Он такой яркий, но в то же время не навязчивый, даже не вызывающий. Приятно пахнет. Но не стойкий. Конечно, не стойкий. В течение полутора-двух часов он уже с моих губ потихонечку сползает. Две помады, которые заказывала на Алиэкспресс. Я показывала видео их покупки Алиэкспресс. Вот решила показать их уже после определенной носки. Я оставлю ссылочки. Кому будет интересно, заинтересует, посмотрите. Первая помада в красном футляре. Оттенок 02. Посмотрите, какая она красивая. Красивая такая коралловая. Мне нравятся такие оттенки. Но у нее есть абсолютный минус. Она суховата. Она суховата. И на губах она все морщинки, все шелушинки, особенно сейчас в холодное время, подчеркивает. Поэтому, конечно, ее нужно наносить только под хорошую жирную гигиеническую помаду. Либо бальзам для губ. Вот это немножко мне не нравится. И такая помада в черном футляре. Попфил. Это немножечко пожирнее от предыдущей. Но цвета у них похожи. Такая более светлая помада. Но мне нравится, что они яркие, классно передают цвет. Просто-просто супер. Могу тоже их посоветовать и порекомендовать. Дальше у меня попадается вот такой бальзамчик для губ. От белорусского производителя Smart Girl. Ну, точнее, называется масло для губ клубника. 4,5 грамма. Но на самом деле это не масло. Это легкий такой, легкий бальзамчик. Он откручивается и вот таким образом выглядит. Цвет дает на губах. Но такой вы, наверное, сейчас не увидите. А сейчас не видно. Легкий-легкий такой цвет. Приятный клубничный аромат. Конечно, немножко химический, но терпимый. Такое средство. Сейчас я вам покажу лаки. Напоследок, которые появились в моей коллекции. Первый лак. Это от компании Vivienne Sabo. Очень красивый у него оттенок. 12 мл. Классный оттенок. У него удобная кисточка. Широкая. На самом деле я очень люблю такие кисточки. Вот видите, широкая кисточка. Удобно захватывать ногтевую пластину. Удобно так ее прокрашивать. И сейчас я вам покажу, как он смотрится на ромашке. На ноготочках. Вот он смотрится. Буквально в два слоя полностью перекрывает ногтевую пластину. Очень классный такой. Тоже идеально сочетается. Идеально мне хотелось им пользоваться именно осенью. То есть прям меня потянуло на такие коричневые тени, оттенки. Следующий оттеночек. Это вот этот Essence. The Gel. Здесь уже 8 мл. Тоже оттенок получается, во-первых, очень похожий, который в баночке. Во-вторых, такой классный. Очень устойчивый. И качество у этих двух продуктов просто супер. Тоже такая удобная кисточка. Классная. Держатся они у меня дня 4. То есть они мне быстрее уже надоедят, нежели они сколются, либо еще что-то произойдет. Следующий лак я покупала Fix Price. Тоже решила его сначала потестить, попробовать. Потом вам поподробнее рассказать. 12 мл. Butterfly серия. Коллекция Effect. Здесь обычная кисточка. И вот такие мелкие-мелкие сиренево-розоватые блесточки. Давайте тоже покажу вам на ромашке, как смотрится. Вот этот оттеночек. Его, в принципе, можно использовать как самостоятельно, так и под какой-то другой лак. Сочетание с другим лаком. Ну, такой, знаете, он немножечко шершавенький эффект дает. Следующий, как вы видите, зеленый такой оттенок. Очень красивый. Это я заказывала на Алиэкспрессе. Это фирма BK. Вот такой красивый-красивый цвет. Сейчас я вам покажу кисточку его поближе. Оттенок у меня 11. Этот лак я очень долго ждала, но ожидания того стоили. У него единственный минус – это такая маленькая, не совсем удобная кисточка. Что по длине, что по ширине ногтя. То есть нужно часто водить. И, конечно, в первый слой, даже во второй слой просвечивает ногтевая пластина. Поэтому, чтобы добиться вот такого слоя, вот такого красивого эффекта, это нужно раза четыре. Но меня не смущает, потому что лак очень красивый, он очень стойкий. Буквально вы носите 3-4 дня, даже нет никакого малейшего намека на скол, на какое-то там то, что у вас ногти могут подвести. Поэтому очень классно. И, как вы видите, легкие-легкие такие мелкие блесточки. Тоже очень красиво. И последний лак, который я заказала, тоже на Алиэкспрессе, это тоже компания BK. Только вот такой ярко-розовый. Немножечко светлее передает камер, на самом деле он немножко потемнее. Темнее, но это не важно. 7 миллилитров. Здесь уже такая поудобнее кисточка. Она немножечко пошире. И поудобнее ей красить ногти. Этот лак сейчас у меня на ногтях. Очень мне нравится качество. Хороший лак, быстро сохнет, хорошо держится. В общем, я очень-очень им тоже довольна. Ну вот и все мои приобретения за эту осень. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok